Расим Мусабеков, депутат парламента Азербайджана, к нам подключается. Добрый вечер, Асим Алим. Здравствуйте, Телли. После встречи, которая состоялась 5 апреля, Армения оказалась запертой в туннеле со слепым концом. Вот от предложенной Азербайджаном модели мира, как мы понимаем, Армения отказывается и полностью развернулась к Западу, которая стремится, к сожалению, к конфликтному управлению регионом. Все-таки чем все это грозит Армению? Телли, ну, вертится Пашинян, как говорят, там, уж на сковороде или там, я не знаю. Он, ведь внутренне, он давно хочет развернуть Армению от России в сторону Запада. Причем это никогда не скрывало, он возглавлял партию с таким достаточно определенным названием Элько, то есть выход, выйти из структур, которые возглавляет и которые создала Россия, но одновременно боится этого. И поэтому вертится, вертится, все пытается что-нибудь выиграть. На Западе получить такие гарантии, чтобы, ну, осмелить окончательно и повернуть спиной к России. Но в том объеме, в какой он хотел бы, он таких гарантий получить не может. Но он все время проверяет, ну, до какой степени он сможет, скажем так, и дистанцию от России увеличить, но и одновременно получить в достаточно большом объеме помощь со стороны своих западных покровителей. Ну, пока такой баланс он нащупает не в состоянии. Но продолжает. Ему кажется, что он очень ловкий, умелый и что он сможет это сделать. Ну, посмотри. Перед этой встречей он волну прямо такую нагнал, что поехал, прошелся по границе, что Азербайджан требует вернуть вот эти деревни. Если не вернем, начнется война, чуть ли не в конце недели. Азербайджан сможет продвинуться до Лори, это в глубине уже Армении, и чуть ли не будет наступать на Ереван. Вот эти все вопли он, скажем, раздавал накануне этой встречи. А прямо по ходу встречи были передвижения войск и обстрел границы, и тоже с целью получить вожделенную военную помощь со стороны НАТО и западных стран. Ведь я вас уверяю, что если бы не предельно жесткая реакция президента Азербайджана Эльха Малиева, там собирался нарисоваться президент Франции Макрон на этой встрече, туда собирались затащить генерального секретаря НАТО. В общем, предметом обсуждения должно было стать и предоставление помощи военной Армении, ну, как они говорили, несмертоносного оружия. Да какая разница? Вы будете бесплатно накачивать несмертоносным оружием Армению, те же самые системы ПВО, которые Франция собирается поставить Армении, они разделяют. Значит, радары это сами по себе не смертоносные, это можно бесплатно за счет средств Европейского фонда мира, а ракеты, значит, к этому ПВО уже, значит, Франция как бы за деньги будет поставлять Армению. Но это все уже в комплексе, и кого они этим обманывают? Ну, я еще раз повторяю, жесткая реакция президента Азербайджана, в общем, заставила их от этих планов дистанцироваться. Поэтому во время этой встречи, вопреки, скажем, тому, что глава МИД Франции Сержурье на встрече, значит, с тем же самым госсекретарем Блинкиным накануне прямо 5 апреля, он заявлял о том, что да, мы будем помогать военной области, укреплять безопасность, то, сё, но ни Макрона, никаких, ни слова, ни полслова о каких-то военных поставках, военной безопасности Армении и прочих вещах. Да, единственное, что там было сказано о том, что рекомендовали Армении не затягивать заключение мирного договора с Азербайджаном, и второе, это то, что выделят какие-то средства для обустройства карабахских армян. Но посмотрите, ничего из того, что было принято в разнузнанной резолюции Европейского парламента, ничего, ни полслова, ни слова из того, что было принято, значит, во время, ну, на заседании ПАСЭ по этому вопросу, ничего из того, что во время обсуждения, значит, в Конгрессе США не было произнесено во время этой встречи. И я думаю, что предупреждение Азербайджана свою роль выполнили. Расима, а тогда вот возникает вопрос, стоило вообще всё это организовывать? Ведь там даже сумма, которая была выделена и США, и тем же Евросоюзом, так не особо и большая. Предупреждающее. Это вообще-то затея президента Франции Макрон. В общем, когда его упрекали, что ты так ничего не смог сделать для Армении, вопреки своим широковещательным заявлениям, он сказал, что да, ну, тут вопрос не только Азербайджан, но ещё есть Турция, которая поддерживает Азербайджан, и есть Россия, которая совершенно не хочет допускать Францию в регион. И что вот мне надо ещё и поработать с Соединёнными Штатами Америки и Евросоюзом, и вот при поддержке Евросоюза и Соединённых Штатов Америки я смогу, значит, обеспечить вот эту, значит, французскую защиту армии. Ну, выяснилось, что не смог в очередной раз, и его все эти замыслы оказались в воздух. Я не исключаю, что Франция будет продолжать свою деструктивную роль, и трепыхаться будет президент Франции Макрон, пытаясь какие-то там, я не знаю, военные поставки организовать для Армении. Но ни в малейшей мере вот ситуацию с точки зрения военной безопасности Армении подобного рода действий Франции не улучшит. Единственное, что они могут, ну, скажем, не очень компетентного в военных вопросах Никола Пашиняна, опять у него скружится голова, и он начнет глупости делать, и вместо того, чтобы не препятствовать, а содействовать продвижению мирного договора, будет выдвигать какие-то опять, ну, мешающие этому договору претензии, предложения, да, это может быть, но это все опять же обернется, скажем, в ущерб Армении, а не в ее ходе. Ну и второе, Пашинян вообще-то от своих действий очень уже страшился, видно было, избегал встречи с Путиным, его министр иностранных дел точно так же избегал встречи с Лавровым, потому что они понимают, что их действия, в общем, смогут встретить очень жесткий нажим со стороны России. Ну вот он сейчас не получил поддержку от Евросоюза, от госсекретаря США, ну, может быть, чуточку осмелев уже пойдет на эту встречу с Путиным, известно, что в начале мая у них там заседание Еврозес, и, ну, там должен быть Никол Пашинян, потому что формально сейчас Армения председательствует в этом органе. Ну и плюс по ОДКБ ему зададут вопросы, что это ты делаешь, что за заморозка, которая совершенно не предусмотрена ни в каких документах, которые подписывала Армения, вступая в ОДКБ. Ну, конечно, трудно представить, что, опять же, все страны региона, в том числе и Россия, будут сидеть, сложа руки и наблюдать за тем, как Запад укрепляет армянскую армию и в то же время развертывает на Южном Кавказе свои военные базы. А вообще, вот почему все-таки США, ЕС и Франция, они заинтересованы в усилении именно армянской армии? Ну, я не могу сказать, что прям так их армянская армия и ее усиление волнует. Для Макрона это принципиальный вопрос. Он, в общем, обещал защиту Армении, значит, обеспечить, ну и ничего не смог. Ну, главный у них два вопроса сейчас. Значит, будут выборы в европейский парламент. И очень большая опасность для партии Макрона, что на этих выборах его партию обойдет, значит, национальный фронт Марии Ле Пен. Она тоже, как говорится, не подарок. Откровенный исламофоб и партия, скажем, ну, выступающая чуть ли не с российских позиций. Но это провал Макрона и его партии. А он связывает с тем, что когда он там уйдет, его партия, его выдвиженцы нынешние, значит, продолжат, как бы, политическое руководство Франции. Ну, и он за кулисами будет эти ниточки дергать. Ну, и в Соединенных Штатах Америки выборы. Это не только президентские выборы, но и выборы в Конгресс. А, как известно, ну, в нескольких ключевых штатах очень сильное армянское влияние голоса армянских избирателей. Ну, им что-то нужно показать, что, да, Соединенные Штаты Америки, вот нынешняя администрация Белого дома, значит, делает максимум того, чтобы, возможно, для того, чтобы поддержать армию. Поэтому вот подобного рода встреча, и она была, я еще раз повторю, пролоббированной Макроном. И после вот встречи в Гренаде, на которой Азербайджан и Турция отказались вообще-то, ехать и участвовать. Вот подобного рода пролоббировал президент Франции Макрон. Ну, я еще раз отмечу, что каких-то значимых результатов эта встреча не имела. Закулисная будет продолжена еще возня, чтобы попытаться что-то за счет Европейского фонда мира провести. Но там ведь тоже руки связаны, и никакой уже Боррель, который на этой встрече участвовал, самостоятельно распоряжаться этим фондом не может. Эти решения принимаются коллективно, а там есть Италия, которая уже заранее заявила, что ей непонятно, зачем этот фонд должен оказывать, оплачивать какие-то военные поставки Франции в Армению. То же самое и из Венгрии прозвучала подобного рода реплика. Так что я думаю, что и осуществить какие-то поставки посредством Европейского фонда мира будет непросто. Просто несмотря на такую ограниченную помощь, этого оказалось достаточно, чтобы придать новый импульс военному ремаршизму и подрыву мирного процесса. И пока идет имитация того, что военная напряженность есть, и помогайте, а то тут Азербайджан придет, и, как говорится, до Еревана пройдет по территории Армении. Нет ничего такого, но провокационные обстрелы на границе сохраняются. Я просто хотел бы обратить внимание, что... Ну вот продолжай. Мирзаян заявил о том, что на основе Алматинской декларации, если стороны согласны, а, мол, Азербайджан не соглашается пока записать документ. Но это наглость. Потому что ведь он прекрасно знает, что Алматинскую декларацию Армения очень своеобразно утвердила. Она в своем парламенте сделала оговорку, что Алматинскую декларацию в части, относящую территориальную целостность Азербайджана, не предполагает, что Карабах в составе Азербайджана, а что он присоединен к Армении. Ну так в такой интерпретации Алматинскую декларацию Азербайджан никогда ни при каких обстоятельствах признавать в мирном договоре не будет. Пусть потрудятся убрать вот эти свои провокационные оговорки. И это достаточно сделать решением собственного парламента. А потом уже говорить о том, что давайте в мирный договор запишем в штору, признают территориальную целостность в соответствии с Алматинской декларацией. Спасибо вам большое за такой комментарий. Расим Мусабеков, депутат парламента Азербайджана к нам подключался.